Номер 16-й Аликсетова Лукуева. Номер 16-й Ангелия Кальмяевская. Номер 16-й Юрий Юрьевич Накальяевский. Номер 41-й Альбом Казахстан. Директор группы Аликсиньевского, главный мировоззрение Украины. Директор группы Аликсетова Е. effectОров absolutяния. Номер 36-й Юрий Юр ear сел. Аликсиньевского вселенной защитников Ware. Номер 26-й Юрий 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 Юрий. Директор группы Альбом Казахстан. Номер 10-й Арктиковский внедряe С ними применять ��ensity которых выбрали Uhm analogyens. Номер 12-й, я договариваю Синьёву! Номер 12-й, я не знаю, что это. Номер 12-й, я не знаю, что это. Номер 13-й, я не знаю, что это. Номер 12-й, я не знаю, что это. Номер 10-ю, они изучутessen в 2-й, не знаю, что это. Номер 30-й, я не знаю, что это. Номер 13-й, октября 19-й. Продолжение следует... 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 Точно не знаю, но нашел в интернете, в городе Харькове есть сеть магазинов брендовой одежды, дорогой одежды, ну, бутики обычно мы их называем, называется символ, там различная одежда, и детская одежда, и подростковая, и всех уровней, там целая серия магазинов находится, сумская 116, сумская 118, ну, наверное, это тот символ, который вот, сейчас представляет его футбольную команду, 21 номер, Сергей Колесаров пробивал поворотом, попадает в перекладину, и мяч кого-то задел из футболиста в ИВТ, был туповой. Ну, сейчас последние две минуты команда символ, как бы, прибрала мяч к ногам, и имеет определенное преимущество, скажем так, как раньше говорили, территориальное, а сейчас, говорит, во владении мячом. На площадке сейчас номер третий, Виталий Дубич, номер седьмой, Владимир Ланшаков, номер трюнадцатый, капитан команды, Алексей Солов, и номер семнадцатый, Андрей Яковенко. Он, кстати, Андрей Яковенко, кстати, помощник директора клуба, кроме того, что он является действующим футболистом, а у ИВТ появится на площадке Ярослава Селезнева, номер пятый, нечасто мы видим его в составе последних матчах, Ярослава Селезнева. Яковенко, Ланшаков, Солов, Яковенко. Ну и прошла позиционная атака гостей, коммерчан. Благово, передача на Любченко была хорошая, хорошая задумка была, но не добежал Роман к этому мячу. Роман Любченко является лучшим бомбардиром второй лиги. В групповом турнире он забил, если не ошибаюсь, там, по-моему, 16 мячей. Перехватили мяч Хозяева, Боговой. Слева Любченко, хороший позиция, Любченко. Ну переиграть-то Дмитрий Федеренко, он переиграл, но вот исполнение. А справа открываться Ярослав Селезнева, если не ошибаюсь, да? Ветеран команды. Вот для любителей футзала из Харькова скажу, что... 39 лет Ярославу Селезневу. Хорошая футбольная карьера у Ярослава. В свое время поиграл в футболе в первой лиге на футболе. Отец четырех детей, вот такая характерная деталь. Лоза, перехват Лозы, их не прошел мяч на Богового. Сейчас на площадке, кстати, у его-то трое лисичан. Боговой, Лоза и Селезнев. Вот так вот. Это вратарь команды Симбол Дмитрий Федеренко. Бакаляц, 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 Селезнев. Ну, удалось в этой непростой ситуации Сергею сохранить мяч в игре. Зрителей сегодня не так много, как на матче «Счета». На первом матче там было, напомню, 612 зрителей. Сегодня наши волонтеры посчитают в середине первого тайма. Это не так долго осталось. Нам дадут цифры по количеству зрителей сегодня. В расстрелы проходят в середине передачи. Восьмой номер Василий Бурлака. Он впервые появляется на площадке в этой встрече. Восьмой номер Василий Бурлака. Сейчас на площадке у Симбола такой состав. Восьмой Бурлака, 18. Сагайдачный. Есть такой вратарь в футзале украинского Сагайдачного. Наверное, возможно, брат, возможно, на поле. Есть какие-то последствия. Кроме того, номер 21 Сергей Комиссаров. И номер... И номер 16 Алексей Волобоев. Чаще владеть мячом команда гостей. Понятно, они играют, так сказать, по счету. 11-2 в первом матче. Но, тем не менее, я думаю, клуб серьезный. Ставит серьезные задачи. Команда Симбол в своем групповом турнире. Она играла против троих сельских команд. Заняла там первое место в клубе. Довольно-таки уверенно. В частности, Симбол переиграл на выезде. Команду занял, что второе место. Лекс ВСК Сумбут. С отчетом 8-3. Но это о чем-то говорит. Комиссаров. Бурлака. Бурлака теряет мяч. Дмитрий Шульц, пояска на площадке. Шульц. Ярослав Семенов. Вот это Кременская связка. По-моему, стой-то, да? Стой-то сейчас, пока. Это Ярослав Семиловас, номер 11. Ну, мы знаем, какой удар у Ярослава. Бакаляц. Пересвать 16-го номера Алексея Волобоева, но упускает меня. Ушаков, Бакаляц, Лубченко. Интервью. Подробные три части интервью с Романом Лубченко читайте на сайте Ассоциации Фудро-Луганской области. И уже должно появиться первая часть интервью со Сергеем Сембловским, лидером команды «ЩИТ» Северодонецка. Ну и этот третий тайм, наша такая рубрика «Третий тайм», она будет продолжаться. Будем вас познакомить, подробно познакомить с лидерами, и не только лидерами фудзала Луганщины, с наиболее такими знаковыми людьми фудзала Луганской области. Лубченко, Сульц. Пока только Вадим Солошенко не выходил на площадку ИВТ, который пришел в команду в ходе трансферного окна, это конец января. Ваш вода, Бакаляц. Бакаляц. Лубченко, передачи. Вот как раз и Вадим Солошенко. Номер 18 у ИВТ Вадим Солошенко. Новичок команды. Бакаляц. Кстати, родной брат Дмитрия Бакаляц. Вот так получается. Сейчас два брата на площадке. Вадим Солошенко, это мысли Бакаляц. Артем Федориевич еще показывает, что он вводит в мяч. Андрей Ляковенко. Владимир Ломшаков, седьмой номер. Третий номер. Виталий Дубич. И Алексей Солошенко на площадке у команды Сульбов. Ломшаков. Дубич. Дубич будет пробивать? Нет. Дубич взяли футболисты. И не точная передача. Волнуются футболисты Сульбова. Волнуются. Середина первого тайма. Счет ничейный. 0-0. Как-то не вяжется с результатом первого матча. В первом матче к этому времени счет был уже 3-0. Пусть у команды Сульбов. Неужели все дело в площадке. В своей площадке. Вот такой отчаянный удар. Немножко не подготовлен удар Владимира Ломшакова. Такой удар для статистики. Когда ловишь. Любченко с мячом. У нас надежда, наверное, на Романа Любченко. Вот в этих матчах Роман. Любченко должен тебя провести Шульц. Шульц проходит по флангу. И Юлия Змеевская, арбитр из Харькова, кстати. Показывает то, что мяч будет вводить из углового святослава в Багалу. А вот там, вот там, вот там. По духу игры кто-то должен был там быть в районе дальней стойки. Не оказалось. Глаза. Любченко пробивает. Не попадает. Любченко. Наигранная комбинация, кстати, у ИВТ. Обратите внимание. Те, кто регулярно смотрят матчи чемпионата Луганской области. Которые завершился, в котором команда ИВТ в упорной борьбе. И в завершающем матче заняла второе место. Уступив серверскому счету своему принципиальному сопернику. Давнему уже супер. Дубич. И дает возможности пробить Дубич. Сова. Дубич. Это не Дубич, это Лон Шакков. Владимир Лон Шакков. Это Андрей Яковенко. Записан в рапорте арбитра как помощник директора клуба. Вот так. По каким вопросам, правда, не записан. Лон Шакков. Ну, преимущество есть, да. Преимущество во владении мячей есть у команды из Тумбов. Самый против Яковенко, что вывпустил мяч. 8 минут 53 секунды, а нам докладывают о количестве зрителей на матче. На данный момент на матче присутствует... 438 зрителей. Вот так вот. До рекорда мы не дотянули, но цифра тоже такая себе. Кстати, ни одна команда экстра лиги чемпионата Украины, первой лиги, второй лиги не собирает такую зрительскую аудиторию. Это уже точно. Иван Ушаков. Семи Володь. Семи Володь. Люфтинка открывает. Передача в свободную зону на Богового не добежал. Ярослав Богового не совсем точно была передача Ярослава Семи Володь. Кстати, Ярослав Семи Володь случится в Харькове. Да-да, в Харькове. Насколько я знаю. Не поспешает 18 номер Юрий Сагайдачный. Не путать с флагманским кораблем военно-мужского флота Украины. Боговой. Там пытался что-то из этой ситуации выудить. Семи Володь получился на все угловой. Семи Володь. Не точно. Ну давайте отметим, что есть уже удары по воротам. Давайте теперь будем работать над качеством этих ударов. Проверил Артем Федорисовича игровой мяч или нет. Алисаров. Любченко. Контратака Любченко. Бакаля. Быстрая контратака не получила. Перешла атаку в позиционную. Бакаля. Бакаля. Все хорошо, а вот там, да, 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 да. Любченко пробежал. Хорошая была задумка. И там чуть-чуть не хватило ИВТ. Ну для харьковчан, которые вдруг смотрят эту трансляцию, скажу, что ИВТ это институт водоочистных технологий. Есть такое и рядовое предприятие в Северном Минске. Кстати, которое работает со многими фирмами из Хаскова. И продукция которого и в том числе экспортируется. Ну вот институт водоочистных технологий. Это не просто, он то называется институт, но это научно-производство. Кстати, все хорошо сыграл Иван Усаков, а пробивал по воротам Сергей Комиссаров. Не коснулся его закон о декоммунизации, и поэтому он играет как Сергей Комиссаров, 21 номер. Снова преимущество во владении мячом у команды из Харькова. Симбол. Там есть у них на футболках, на красных футболках, есть какая-то эмблемка. Вот если просто задашь в поисковике, в гугле, там симбол Харьков, вам покажут магазины, симбол, я уже сказал, брендовая одежда. Сударного клуба там пока нет. Наверное, нет своего сайта у команды. Любченко. Семеловаз, Любченко. 7.22, до кончания первого тайма. По-прежнему 0-0. Через мелкий, не точный удар. Ну, главой заработал Сергей Комиссаров тут сам. Друзья, буквально вчера здесь был концерт национального балета Грузии Сухишвили в этом дворце. А сегодня уже в кузов. Тоже знаковое событие. И скажу вам еще немножко по секрету. Тренировку здесь провела команда первой лиги национального тренировка. Авангард Краматорг, бывший Енакиевец. Неоднократный призер чемпионата Украины. Команда Енакиевец. Тренировку здесь провели. Посмотрели гостиницу, посмотрели наши объекты общественного питания. Им как бы все понравилось и идут переговоры о том, что команда Авангард уже буквально вот в марте проведет матчи-плей-офф первой лиги здесь, в Северодонезии. Вот такая приятная для нас новость. Посмотрим не только вторую лигу, но и первую. А вот сейчас еще, это второй, поэтому... Кричневый. Четвертый пол. Четвертый пол у команды из Харькова за 6.30 до окончания первого тайма. Давайте на этот фактор обращать внимание. Поговоясниче. Через Нёк. Кричневого. Эх, пяточка, вот эта пяточка. Мы видим, как не прошли две пятки в первом матче, 1-8 финала. Щит против Сум, две пятки из Семеновского. Обернули, что... Плёд! Эх, пробивает! Ну, поспешил Ярослав. Поспешил, наверное. Надо было посмотреть, оценить позицию вратаря, посмотреть на партнеров. Ну, это я здесь умничаю, из трибуны, конечно. А там окажись в этой победе. И вот Эй берёт тайм-аус за 6.04 до окончания первого тайма. Уже, друзья, там были претензии по нашей онлайн-трансляции, что звук слабый. Мой, в принципе, да? Ну, не знаю, друзья. Вот мы находимся не в комментаторской кабине, а здесь прямо на трибуне. Две камеры, мы работаем. Ну, как можем, так работает. Принимаем ваши все претензии. Ну, стараемся, как бы. Стараемся, я думаю, вы и так заметили, что в течение этого года мы уже выросли, как бы. Уже, как минимум, уже есть онлайн-трансляции. И само качество проведения матча, и озвучка про дворец спорта. И сам дворец спорта, я думаю. Спасибо команде Сергея Чумака, это директор ведового дворца спорта Северо-Донецка, который с 15 января 2019 года и создан на базе ведового дворца ДЮСШ номер 4, уже имеет финансирование из Северо-Донецка городского бюджета. Боговой передача, через днём, потерялся через днём, 7 волос пробивает, через днём, 7 волос. Эх, Медоренко, ну вот момент был. Вот был момент. И сейчас ещё один момент. Да вот сейчас один на день. Не попадает. Виталий Дубич не попадает в ворота. С острого главного. Сейчас команды обменялись такими острыми уколами. И вот я был ближе сейчас. Согласитесь. Ну вот как бы прощупали. Знаете, как у боксёров. Прошёл удар. Даже двоечка будем. На боксёрской треноге двоечка прошла у ИВТ. И немножко потрясла. Это не был пол, наверное, не был, да. С стороны Алексея Солова. Любченко. Передача на Богового. Долго работает смещенка. Это за Богового. Дор! Вот уже более клютельно Роман Любченко пробивать. Более прицельный удар. Метров с тринадцати, наверное. Федоренко находит Ланшакова. Там Любченко. 5.17 до кончания первого тайма. 5 минут, 17 секунд. Дмитрий Федоренко сбегал за мячом. В футзале нет мальчиков, которые, Болбоев, которые подают мячи. Покажу. Яковенко. А это Иван Усакова. Любченко. Боговой. Это Слава Боговой. У нас в чемпионате Луганской области ещё Денис Боговой. Он сейчас на трибуне, как и папа Боговой. Не прошла так. Комбинация, если это была комбинация. Посмотрите, матч, который во вторник состоялся. Решающий матч чемпионата Луганщина 2019. Чит ИВТ. Там мяч, который забила команда ИВТ. Это была наигранная комбинация. Интересная комбинация такая, со стандарта. Боговой. Придача на не прошла на шульца. Алексей Солов. Играющий и играющий директор клуба. Президента у них, наверное, нет, а директор есть. Любченко. Вот пятка проходит на шульца. Да. Ну вот, максимум выжал Дмитрий Шульц. Кстати, недавно в чемпионате появился родной брат Дмитрия Шульца. Давно мы его вообще не видели в футболе Луганщина. Александр Шульц. Хороший удар. Вот совсем недавно такой мяч Роман Любченко забил. Скифуй, если не ошибаюсь. И... Ну вот что. Вот это ещё одна двоечка проходит. Наверное, уже команда символ. Если не в нокдауне, то так серьёзно потрясено. Что там у нас попало? На судейском столике три пола. Значит, да у кого? Любченко. Поговой. Любченко. Глаза. Прострел. Там Федоренко читает. Читает эту комбинацию Солов. Контр-атака Солов. Слева дыбит. Справа Луганенко. И здорово Дмитрий Шульц. Опасные контратаки у харьковчан. Опасные. Ну, 3.52 до окончания первого тайма. 0-0. И нам приходится всё время удивляться. Как же в Харькове 11.2 получилось? Откуда они нарисовались? Дяковенко. Бурлака. Басы в Бурлака пробивает. Смело сыгрался Дмитрий Шульц. Алексей Волобуев. Новисаров. Волобуев. Вот сейчас Волобуев. А по двадцатым номерам был Юрий Сагайдаченко. Прошла передача на Любченко. Любченко здорово! Эх! Подоспел там Юрий Сагайдаченко. Ну, Роман Любченко. От него мы ждём такой игры. Ждём такой игры от Романа Любченко. Но прежде всего забитых мячей, конечно. Ау. Сергей Лоза. Лёгкий на них. 3.02 до окончания первого тайма. Сергей Комиссаров. При счёте 11.2 в пользу команды Симбол. И что там? Вот по рукам ударил сейчас 18 номер, 16 номер, Алексей Волобуев. Судьи не обратили внимания. Вот как бы так. Не совсем аккуратно сыграл сейчас Алексей Волобуев. Не хватило. Поэтому, уважаемые друзья, смотрите в воскресенье 17 марта в 12 часов матч команды Сумбут. Ищите на интернете, находите трансляцию в ютубе, наверное. Скорее всего будет онлайн-трансляция, наверное. Будем болеть за щит. Напомню, щит выигрывается. Что, прославим? Ну вот, нашёл свой шанс команда. Нашёл свой шанс в Тимбол. Провалились в обороне хозяева. Был отыгран, как говорят в футболе, Иван Ушекков. И Комиссаров закатил, иначе уже пустые ворота, 1-0. Хотя больше моментов, конечно, было у ИВТ. В первом тайме, но первый тайм ещё не закончился. 2-16. Вот, да, конечно. В первого тайма. Глаза. Бодовой. Вы знаете, я думаю, как бы, ну так, не то, что опасаюсь, так, слегка опасаюсь, как бы, как бы не рассыпался сейчас, не рассыпался. Вот этого пропущенного битя. Сейчас Фотослав Боговой неплохо пробивал из этой неудобной позиции, скажем так. Шансов было мало, но тем не менее. Как бы не посыпался ИВТ после счёта 0-1. Мне кажется, нужно продолжать ту игру, которая была. Шансы были в первом тайме, надо только их реализовывать. Любченко, рикошет был, но Федоренко отправляют. Волобой. Комиссар. Сейчас высокий прессинг пытаются применить. Хозяева. Любченко не только отбирает мяч. Бакаляк. Самому нужно? Нет. Более того, ещё и потеряли место. Ну, сработал высокий прессинг ИВТ. Обратите внимание, сработал. Солов. Яковенко. Любченко снова отбирает мяч Любченко. Семи Волос. Слева Богового открывается. Семи Волос сам играет. Ну, корпус играл Ярослав Семи Волосов. Виталий Дубич предъявляет претензии к первому арбитру. Яковенко. Солов. Минута 0,5. До окончания первого тайма. Солов. Хорошо взял Боговой. Алексей Солов. Виталий Дубич. Ну, вот, Ярослав Семи Волос навязал борьбу Ланшакову. Владимир Ланшакову выиграл этот мяч. Бакаляк. Боговой. Любченко. Дубич. Баут. 36 секунд. Во. Бакаляк. Добрый раз. У него не прошло. Ну, вот так под давлением Митрий Бакаляк выходил со своей половины площадки. Вон Шаков. Тайм-аут берет команда Симбоу за 15 секунд до окончания первого тайма, видимо будет наигрывать, знаете, как в баскетболе. Комбинация вот эта вот, для реализации этого мяча. И вот Владимир Леусенко с макетом в футзальной площадке сейчас подозвал своих подопечных и объясняет им, как нужно за эти 15 секунд добиться максимального результата, забить хотя бы один мяч. В раздевалку, как говорится. 0-1. ИВТ проигрывает после первого тайма неполного первого тайма 0-1. Для любителей футбола Луганчина сообщу, что 16-го завтра матчей чемпионата первенства не будет, а матчи будут проходить 17-го, здесь ведом в РЦ, начиная с 14-ти часов. Ну, команды первой, второй, третьей, четвертой лиги будут играть. Смотрите расписание на сайте. Итак, 15 секунд. Это много или мало? Вот такая же комбинация, как и у ИВТ в первом тайме. Завершал ее Владимир Иванович Шахов. Вот, не точно. Андрей Яковенко. Вытаскивает мяч из хоккейных ворот, которые там за бортиком, за хоккейным. Харьков, кстати, такой же дворец спорта есть. Но, насколько я знаю, он не функционирует. Вот, как пробивал поворотом, он будет. Он уже на ночь разданется. 10 секунд до конца. Сова, не точно. 7 секунд. Такая обязанность этой удачи. Тем не менее, сильный волос получает мяч и пробивает. Тут уже 0-1. Давайте отдохнем и сходимся во втором тайме. Сова, не сходимся во втором тайме. Сова, не сходимся во втором тайме. Алло. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Не имеете толком страницы, и в поисковике вас тяжело найти какие-то претензии. Не против, символ так символ. Я понимаю, Харьков более развитый город, там, наверное, английский... Каждый второй харьковчанин, включая мэра города Кернеса, владеет английским языком, поэтому и фамилии на английском, названия на английском. А футболисты как между собой общаются? На Харьковском, наверное. Ну да, вот так вот. Давайте символ на символ. Вот сейчас символический удар Алексея Солова, не точно. А наигранная комбинация с углового, как и у команды ЮТ в первом тайне. Ушаков. Блаза! Получается, такие мячи, а вот никто не помогает. Это что, такая полная безнадёга у ИВТ? Их партнёр получает мяч, неплохая позиция, хорошая передача вдоль ворота, острая передача. А никто не отвлекнулся, никто не помогает, так говорят в футболе. Селезнёк! Блаза, терять мяч! Блаза, терять мяч! Блан Шахов. Не точно, да, Андрей Яковенко. Надеюсь, я фамилию правильно произношу. Яковенко. Андрей Сола. Алексей Сола. Перехват Любченко Не решился бежать Бакаляв, Бакаляв Там Алексей Сова подрабатывает Несмотря на свой 13 номер Удачно сегодня действует Алексей Сова Не верит он В такую магию цифр Взял себе номер 13 Стойка Любченко Ну что, Любченко наконец-то пристрелялся Следующий удар, я думаю, будет точно Все мы этого ждем, конечно Любченко попадает в Яковенко Сергей Лоза, Любченко Бакаляв Бакаляв, обыграет Дубище Но там вмешался Лон Шаков Владимир Или Лон Шаков Легченко Не прошла передорога Сейчас два капитана В центре площадки Сова и Лоза 13 и 7 Видите, у Сергея Лозы Седьмой номер Мы обычно ассоциируем семерку Как счастливую числу А Алексей Сова Играет по 13 Который мы привыкли ассоциировать Не с счастливым числом Ну как-то так игра немножко успокоилась Как писал, был такой деятель Владимир Ульянов по кличке Ленин В одной из своих работ писал Верхи не могут, а низы Верхи не хотят, а низы не могут Вот такая характерная была фраза Которую потом Мусолили многие деятели Этого коммунистического движения Вот в частности Верхи это символ, да Символ А низы это команда ИВТ Наверное так Глаза Любченко Напомню, что 5-7 апреля В Ужгороде Где Сиреневска, где Ужгород Яковенко не попадает А пожадничал сейчас Андрей Яковенко Там был Юрий Сагайдачный А передача не пошла Пошел удар поворотом Удар был не точен Так вот 5-7 апреля в Ужгороде Состоится В рамках Аматорской Курциальной Лиги Украины Состоится Украинский финал Кубка регионов И вот там будет представлена команда ИВТ Северодонецк Так и команда Скиф-Сульгинка Луганской области Это будут самые восточные команды Им придется ехать полторы тысячи километров Чтоб добраться до вот этого Солнечного Ужгорода Комиссаров И забивает Вершлав Конов Ну по сути Второе касание мяча Вершлав Конов Завершается точным ударом Опять же с передачи Сергея Комиссарова Комиссаров сегодня поучаствовал во всех трех забитых мячах И ноль друзья Середина второго тайма И вот сейчас неприятный удар В область лица Получил Экслав Кононов Боговой Шульц Ну вот Дима Шульц Сам по себе Такой большой Крупный футболист Поэтому Любое с ним Столкновение С ним Как бы Чревато падением Поэтому не каждое Столкновение С Шульцом Является Нарушением правил Со стороны Дмитрия Шульца Воспитанника Кременского футбола Есть такой город Красавец Практически курортный Город Кременная 22 тысячи жителей Находится в 20 километрах от севера Донецка Да кстати и Ярославль Семилолос Вот сейчас Семилолос нарушает правила На том самом Вячеславе Кононов Вот отсиделся на скамейке запасных Кононов Вячеслав Кононов Номер 5 И сейчас вышел и феерит во втором тайме Полы зарабатывает Мячи забивает Ну и получает физиономию мячом Неприятно конечно Сочувствуем Комиссарам Две передачи отдал Гол забил И еще одна передача Сергея Комиссарова Обратите внимание Суббой лёдяшу Суббой лёдяшу Суббой бzieć Суббой б announ Но вот то, чего я опасался, как бы команда ИВТ не поплыла, кавычка, конечно, поплыла, слово. По фолам 2-1, два фола у ИВТ, один по у Симбова. Наконец-то мы вот... Просьба к Оле Федоровой, напишите, правильно ли мы ассоциируем с магазином одежды в карте, или это разное название. Подскажите нам, пожалуйста. А сейчас Вячеслав Конов не смог остановить этот пресс. Бакаляк, Селезнев, ну что, нам нечего терять, кроме своих цепей. Это команда ИВТ. Надо идти рисковать. Возможно, выпустить пятого полевого, возможно. Любченко, Любченко, здорово, пополёт! Не точно пробивает мидрия Бакаляк. Вот так вот локально Роман Любченко обыгрывает одного из двоих. Ну, нужны комбинации, нужны удары по воротам. Насцеленные удары. И просто удары в спор в воротах. Лоза! Боговой. Там дожидается Любченко, получает мид. Передача на лозу. Там двое против него. Алексей Солов. Если я правильно прочитал английское название на футболку. Иван Усаков. Девять минут двадцать секунд до окончания второго тайма. Правильно будет называть основного времени. Второго тайма. И вот сейчас Владимир Иванчаков не забивает. Хотел в домик забить Владимир Иванчаков. Не получилось. Передача на Яковенко. И там героическое Любченко выручает. В обороне отрабатывает Роман Усаков. Солап. Солап. Якуленко. Коншаков. Нет. Там пока ляк отрабатывает. Лоза. Такая сейчас игра идет открытая. Команды практически не играют в позиционном нападении. Быстрые атаки. Быстрые переходы. Вот так вот сейчас. Бодовой аж не совсем. Сейчас Святик не совсем удобно подработал себе. Перспективная позиция у него была. Солап. Любченко перехват. Пробить по воротам. Пробивать. Попадает в ворота. Но там Дмитрий Федоренко. А букмекерская контора Вильям Хилл принимает ставки на то, что забьет команда его сегодня или не забьет. Любченко шитьет. Не прошла передача на лозу. Баншаков. Солап. Пяточка проходит. Но не совсем. Но пяточка то прошла, но не совсем. А у нас новичок, друзья, под десятым номером в команде Символ появился футболист. Ну, если я правильно читаю английский, то Больоткович. Написано в футболке, а в рапорте арбитра написано Волоткович. И зовут его Сергей. Десятый номер. Сегодня еще не появлялся на площадке. А вот Дмитрий Федоренко английских букв не хватило, видимо. Трафаретов не хватило. И фамилию вратарю не написали на футболке. Дискриминация какая-то по вратарскому признаку. Напомню, тренер команды Символ Владимира Леусенко. Если не ошибаюсь, то там весь в черном. По крайней мере, у него в руках был макет пунктальной площадки. Сергей Комиссаренко. Чуть ликошет не прошел сейчас, это слава богового. 7.17 до окончания основного времени второго тайма. Комиссаров. Черпачок не прошел на этот раз. И расклеилось сейчас. Друзья, у нас, вы знаете, такое символичное событие произошло. Впервые в забитом мяче не принял участие Сергей Комиссаров. В передаче Алексей Волобой. У нас забил Юрий Сагайдачный. Счет 5-0. 6.55 до окончания второго тайма. Лютченко, ворота пустые. Боговой. Ну, не прошу. Там Василий Бурлака хорошо в обороне стыкал. Бурлака. Волобуй. Волобуй. В Касане принимает мяч, там Боговой. Ушаков. 4 секунды ему водить. Юбченко. 0.5. А букмекерская контора Вильям Хилл увеличивает в режиме онлайн-сталки на то, забьет ли сегодня ИВТ или не забьет. 6.20 до окончания второго тайма. И второй фол команды Символ из Харькова. 7.20 до окончания второго тайма. 7.20 до окончания второго тайма. 7.20 до окончания второго тайма. Волобуй. Напомню, 17 марта 2019 года в 12.00 ищите онлайн-трансляции в Ютубе. Не забывайте о Ютуб-канале «Фанклуб-12 игрок Лисичан». Там очень много видеотрансляций, не только футбольных, но и футбольных. Ну а Северодончат приглашаю в спортбар «Скаут», это в районе Центрального рынка. Там вот, если со стороны проспекта Химиков заходить, с правой стороны там пройти и вправо там будет спортбар «Скаут». Наш давний и надёжный партнёр, партнёра «Скаута Луган-Круба». Любченко здорово, с уходом, остановка с уходом, классический. Весь этот, не пьёт. Совершенно, Любченко. Не получилось в комбинации. 5.06 за окончание второго станка. Весь этот, не выходит, в комбинации. Весь этот, не встал. Мы не можем не обращаться. Обратите внимание, что он делает. Каковец? Сова? Сейчас парк. Не тотик. Вроде предположим. Что же ты делаешь? Два кременянина сейчас не нашли взаимопонимания на площадке, Яковенко и вот сейчас тот самый Сергей Волоскович махнул не глядя мимо мяча. Да, вот в команде символ есть и такие футболисты. Бывает и на старуху, как говорят в Харькове, бывает и на старуху проруха. Шульц, Черезнев, Шульц. Мило вас разворачивается, слишком много состенников было на пути Ярослава. Кстати, в прошлом сезоне на этой стадии вселенской гостила еще одна команда из Харькова, Харьковская государственная педагогическая академия. Они там проиграли команде щит, там какой-то крупный счет был, по-моему, 9-4. Третий футбол у Симова, Харьковская команда из Харькова, которая почему-то играла в сумской зоне, вот для себя не выбрали сумскую зону, а группу. И он для перерыва берет команда ИВЦ за 4-11 до кончания второго. Наши думают 40 секунд, а он 30. Да я образно, он раньше, он секунд. Не требуется уже Владимир Владимировиченко макет. Подумал, я скажу своими словами, рассказал сейчас, как команде забить шестой мяч в ворота Ходяев-Поля. Или до дворца спорта в Северновенске. Трибуна, которая вмещает 3,5 тысячи зрителей, но сегодня собрали только лишь 438. Ну, не верили болельщики в то, что команда ИВЦ сможет реабилитироваться, скажем так. Бакаляс и Любченко у мяча. Но у них там есть целый ряд наигранных комбинаций. И вот она, не прошла на этот раз эта комбинация, которая была в матче против Сита. Которая прошла в матче против Сита минувший вторник. Не прошла на этот раз, а возможно, символ не видел эту комбинацию. И знал ее, отрабатывал ее. Андрей Яковенко пытался сейчас какой-то частью тела достать этот мяч. Не получилось. Любченко. Бакаляс. Много неточных передач у ИВТ сегодня. Понятно, что соперник серьезный, но все равно много неточных передач у ИВТ. Даже иногда в простых ситуациях. Собов. Роткович. Федоренко. И вот ошибаются. Федоренко и Зубич. Любченко. Заголос. Федоренко. Ну что, что ты вон? Голос. Заголос. Сработала моя сталка. Забил ИВТ. 1-5. Советские комментаторы в таких случаях говорили. Рано поверили в победу футболисты Символа. Рано. И он не перерыв берет команда Символ. Вот и снова появился макет у Владимира Луисенко в руках. Обеспокоены сейчас харьковчане. И все 1 миллион 600 тысяч харьковчан сейчас с тревогой посматривают на те оставшие 3 минуты 35 секунд. Все может быть. За кого ты говоришь? Лисичок. А букмекерская контора Вильям Хилл уже не принимает ставки на забитые мячи команды ИВТ. 3 минуты 35 секунд. Вот меня и протаря. Ну зачем я у меня? Хорошо отыграл Дмитрий Федоренко сегодня. Здорово отыграл. Неужели вот после этого забитого мяча я боюсь еще штраф наложит на Диму Федоренко. Комиссаров. В роли гонялы Алексея Сова. Загайдачный. Сова. Комиссаров. Ворота. Символы пустые. Символические ворота. Пустые. Загайдачный. Комиссаров. Не попадает в анчагол с такой позиции. Людченко. А вот возвращается Дмитрий Федоренко. Дмитрий Федоренко. Иногда проводит с серьезным травмом. Особенно в том числе и травмом позвоночника. Людченко. Федоренко выручает. Болобоев. Добивание Юрия Сокайдачный. Пятый мяч сегодня добивает Юрия Сокайдачный. И вот символ 6-1. 2-37 до кончания тренинга. Людченко. Здорово. А как он обыграл Алексея Волобоева? Я думаю, будут товарищи по команде троллить Алексея Волобоева. Как он сейчас пропустил соперника вот так вот между. Ну или в доме, как говорят. Проверил Алексея Волобоева. Который, кстати, минутой ранее спалил как раз на романе Людченко. Вот она расплата. 2-6. Хорошая такая концовка поединка, результативная. Закайдачный комиссаров. Друзья, мы с вами будем с удовольствием наблюдать, как будет дальше идти по турнирной сетке команда «Символ» из Харькова. Ну, так символично будем наблюдать. Будем болеть за команду из Харькова. Ламшаков снова не попадает из выгодной позиции. Ушаков. Людченко. Людченко свой мяч забил. Это 17-й мяч Романа Людченко в нынешней второй лиге. 17-й. Шульц. Не прошла передача. Вот передача на Юлию Змеевскую. Харьковчанку Юлию Змеевскую. Комиссаров. Закайдачный. Закайдачный. Не точная передача на Сергея Комиссаров. Минута 06 до кончания встречи. 2-6. Левченко. Левченко. 2-3. Комиссаров. 3-3. Левченко. Это вот сомбреро в виде команды «Символ». Все-таки, наверное, все-таки это магазин брендовой одежды. Сомбреро из магазина «Символ» оказалось не по Хуану, то есть не по команде ИВТ. Ну что же, это тоже опыт, тоже хорошая школа. Мы посмотрели, сравнили свой уровень, увидели наш уровень. Главное сделать хорошие воды. 5 секунд до конца встречи. Поздравляем команду «Символ» Харьков с выходом в одну четвертую финала. О команде ИВТ пожелаем успеха в общеукраинском финале в городе Ужгороде. 5-7 апреля. Маг за конкурсом 6-2 «Символ» побежали. Маг за конкурсом 6-2 «Символ» Маг за конкурсом 6-2 «Символ» Для приезда.